Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, сегодня 11 октября, продолжаю рассказывать вам, показывать мелкоплодные томаты, которые я снимаю в последнюю очередь. Сейчас в предыдущем ролике я показывала медовую каплю, которая идеальна для тленоплодного консервирования, которая очень сладкая, и говорила, что есть почти такой же оранжевые сливки сорт. Да, он почти такой же, но все-таки у них есть различия, и вот о этих различиях, вообще об этом сорте я сейчас расскажу. Тут у нас акварели лежат, мы убираем, чтобы главным героем были только оранжевые сливки. Вот смотрите, если медовая капля, я говорила, что он индетерминантный, и у него вообще неограниченный рост, он может 2,5 метра вырасти, то оранжевые сливки, это полудетерминантный, и у него высота метр 10, ну пусть там метр 20, то есть он немножко легче в уходе, кто если не любит индетерминантные, сильно высокие, которые заваливаются. На пачке написано, изначально когда-то у меня была пачка, я вот переписала рекомендации производителя, написано, что требует посынкования и подвязки, но я через сколько-то лет его выращивания и так и так пробовала, я решила, что его можно все-таки не посынковать и не подвязывать, повторюсь, что я мелкоплодные томаты выращиваю именно, сколько выросло посынков, столько и выросло, потому что это никак не влияет ни на укрупнение плодов, не прищипываю макушку, не обрываю вот эти лишние побеги, выросло 5-6, все вокруг кола, привязываю колушку и все. Но почему-то рекомендую все-таки посынковать и подвязывать, но я так и так делала, при посынковании плодов остается меньше, потому что еще и на пасынках вырастают вот эти плоды, оранжевые сливки, и вот в такой год, как нынче, когда тепло, когда продолжительная вот такая теплая осень, то вот эти все плоды, они еще успевают вызреть, и вот видите, сейчас середина октября, я их только что сняла, все они в прекрасном состоянии, все они целенькие, хорошенькие, вот эти, которые не дозрели, которые желтые, они еще доспеют у меня дома, лежат тоже очень хорошо, так же, как медовая капля, я уже говорила, что мелкоплодные томаты, у них лёжкость намного лучше, чем у крупноплодных, поэтому я вот такую вот именно мелочь укладываю на хранение. Плод сливовидный, если медовая капля грушевидная, то оранжевая сливка, она сливовидная, но это можно узнать из названия, сливка, значит сливовидная. И вес, если у медовой капли они все 30-граммовые, они идут снизу до верху, то у оранжевых сливок вес 60 грамм, возможен на нижних кистях, на первых, вот эти вот уже последние урожаи, как вы понимаете, с самых-самых верхушек, с макушек, то они приравнялись к медовой капле по размеру, но вообще внизу, как летом, вот в разгар лета, на нижних кистях могут быть 60-граммовые сливки, именно в размер сливы. Чем этот сорт мне понравился? Какие у него достоинства? Ну, во-первых, он холодостоек, что очень важно для моего сибирского региона, потому что у нас не всегда ласковая погода, особенно весной. Он холодостоек и у него обильное плодоношение, так же, как у медовой капли, подходишь, он весь увешан вот этими сливками, вот сколько он вырос, больше метра в высоту, и все в этих оранжевых сливках. Ну и, конечно, очень удобен для цельноплодного консервирования. Еще раз повторю про вкус, что желтый и оранжевый, они сладше, чем красные. Вот этот оранжевый сорт, у него повышенное содержание бета-кератина, он идеально подходит для диетического питания, даже у кого, например, проблемы с желудками, какой-то гастрит, или что красные томаты люди кушают, начинается изжога. Обычно оранжевые и желтые, они более мягкие, они не так агрессивны. Я очень люблю оранжевые, потому что они сладкие, потому что они яркие, потому что они красивые. Вот оранжевые сливки, рекомендую, назначение универсальное, можете кушать в свежем виде, можете давать детям, можете консервировать, можете положить на хранение, и, возможно, осенью, когда-то в ноябре, вы их еще поедите. Я считаю, что средина октября свежий помидор, это и то уже хорошо. Вот у нас средина октября, я сейчас делаю салаты, кушаю, последними, наслаждаясь последними этими томатами. Но я думаю, что я буду кушать еще и в ноябре, я много положила на хранение, и вот сорт оранжевые сливки, это один из тех, которые я укладываю в подвал. Все, до свидания, это было краткое знакомство с томатом оранжевые сливки, неприхотливый, красивый, урожайный, вкусный и полезный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!